Друзья, привет всем! Время у нас 15 минут шестого. Иду учиться плавать, наконец. Может, наконец, научусь плавать. Иду на пляж, пытаюсь выйти в Хризантема, не могу нифига понять, где на него выход. На пляж Авена мы сейчас, наверное, выйдем. Или на пляж? Нет, на пляж оба стороны. Иду туда, дивижу купающихся людей, поможет, их уже почти нету все. Все разбежались на ужин. Посмотрим, хоть немножко закат расскажу о погоде. Сегодня, в понедельник. Все, а то бастар тут ничего уже не осталось. Спешат как-то все на ужин. В принципе-то в отеле в этом людей полно. Но все рано разбегаются, видимо, на ужин. Пустынно у нас тут теперь отели. А вот лежаки стоят еще на... Там, где Месуд, хотел пляж седьмой. Солнышко светит вовсю. Блин, там музыка. Сейчас вам покажу маленький прикольчик, что у меня есть. Ну, эти штуки-то само собой. Кто знает, чьи они? А вот это вот узнает кто-то, вот скажите, чья она? Смотрите, что у меня есть. Вот она, обезьянка. Да, она будет теперь со мной, пока Метина не будет зимой. Она будет находиться со мной. У меня, думаю, есть чебурашка, и она будет с ним жить до марта месяца, пока не будет Метина на рынке с джинсами. Ну, тут он ребенок купается. Причем он, по-моему, местный даже. Отельные все уже разбежались. Очень мало людей почему-то сейчас на пляже. Хотя не в 7 часов вечера еще вполне нормальное время. Ну, судя по тому, что мальчик спокойно купается. Я думаю, вода теплая, комфортная, такая же, как вчера была, наверное. И так, мы на пляже отеля Авена. Авена. Грин Гарден убрали все лежаки. Монте-Карло убрали лежаки. Все, короче, все, все, все абсолютно поубирали. Теперь только Авена работает. И лежаков довольно много на Авене. Все, даже Монте-Карло теперь нету. Только что я из него, кстати, вышел, забирал там эти агроштуки. Покажу вам, как малыш купается местный. И попробую сейчас по ощущениям, скажу, как водичка. Может, и не местный, но, скорее всего, местный. И тоже с браслетиками. Ой, вода потрясающе выглядит сегодня. Как и вчера, и позавчера. Ну, она такая же, я думаю. Мерить я не буду сейчас. У меня есть градусный. 23,2 минимальная, могу сказать точно. Потому что мои источники точные. 23,2 она минимальная. Ну, я думаю, что она 23,5 даже. Потому что вот я зашел сейчас и чувствую, что она классная вообще. Прозрачная, красивая водичка. Супер просто. И человек вот плавает чуть ли не единственный. И там тоже одиноко плавающий один. Постараюсь завтра прийти пораньше сюда, когда куча людей из отеля. Хотя бы с этого. То есть я точно знаю, что Вена работает. Основной ориентир сейчас на них будет. Да, друзья, у нас, кстати, я не буду называть фамилии. У нас с 5 ноября мерил мальчик температуру воды там. Если бы вы знали фамилию этого мальчика, если бы вы знали чей-то сын, вы были бы в шоке. Ну, не скажу, не пытайте меня, не скажу. Да, звезды приезжают, конечно же, в Аланию. Только я вот о Волочкова недавно рассказывал. Ну, самое интересное, что я-то увидел, что знакомое лицо. Но я не узнал его маму. Я не понял, что это она. Ну, не скажу, кто это был. Ну, короче, Марат, привет, если смотришь. Маме большое спасибо. Ну, с другой стороны, это хорошо так бы. Если бы я узнал, я бы надоедал бы, наверное. Может быть, попытался бы что-то спрашивать. А так, прикольно так. Я типа, давай воду померяешь, типа звездой ютуба станешь. Мальчик бы мог сказать, конечно, что мы с мамой и так. Звезды скромно промолчал. Но я сразу чувствовал, чувствовал, что что-то тут не то, что мама непростая была. В общем, вот так вот бывает, что иногда встречаешь известных знаменитых людей. Совсем не ожидаешь их увидеть просто так на пляже, да. Еще раз привет, Марат, спасибо, я тебя большая. И маме тоже. Рад был вас видеть. Друзья, она потрясающая. Она потрясающая просто. Я вот хожу и балдею. Водичка, огонь. А, они наши, они русскоязычные. В отеле я посмотрю, что они с браслетиками. Хорошего всем отдыха, кто отдыхает сейчас в отеле Авена. О, там человек плавает. Какое море шикарное, посмотрите. Вот вчера только показывал, да. Ну и позавчера я тоже показывал. Вот это вот идеальное, красивое море, спокойное. Прозрачное. И сегодня оно такое же. Все равно рано закрыли сезон. Все равно, естественно, сейчас любые сибиряки приехали бы, вам бы здесь жарко было. Я лично стою, меня пот на лбу сейчас. Хотя сейчас по ощущениям градусов, ну не больше 25 точно, а то и 24. А днем сегодня было до 30-ки опять на солнце. А так в среднем 27-28. Хороший, смотрю, вот второй купающийся. Там вторая купающаяся голова, которая, я вижу, тоже не спешит выплывать. То есть спокойно люди плавают и наслаждаются хорошей водичкой. Которая практически как летом в Черном море. 23 градуса, я спокойно купался в Севастополе. Часто об этом думаю, как я купался, по 3-3,5 часа сидел в воде, да. Когда она была 23,5-24. И насколько я сейчас, ну я не знаю, разбаловался, акклиматизировался под Турцию. Я не знаю, какие слова подобрать, но. Можно, конечно, можно, без проблем. Можно было зайти мне сейчас покупаться, но немножко это уже не мое. То есть я не могу так зайти и выйти. Я купался в воде, которая 19 градусов была на Кипре. Это март, по-моему, месяц, более не помню. Или май, или март, я забыл. Ну, 19 градусов. Конечно же, она была ледяная, да. Я поплавал минутки 3 и все. А я так не люблю, я люблю конкретно так заплыть. Вот где человек плавает, два раза, три раза дальше. Вы знаете, сейчас и с моря, если выйти, она-то не была даже холодная. Потому что она реально хорошая водичка. Но уже вот... Уже я сезон закрыл. Уже не буду купаться, чтобы май там лишний раз не простудиться. А то чуть пересидишь, мне будет казаться теплая. На самом-то деле, все-таки не 26 уже. Ну, а кто сибиряк или кто в реках купается. И вообще, кто зимой купается. Для вас это комфортная вода, конечно же. Ну, что, все. Нажимаю я стоп и сделаю, наверное, маленькое, коротенькое видео о погоде, чтобы его вам выставить, показать пораньше. Человек плавает, вообще не спешит возвращаться. Спокойненько наслаждается. И там вот женщина еще идет купаться. Вот так пустой берег практически. Закат такой вот, вы видите, он не дает. Вчера очень красиво было, и позавчера. И небо было красивейшее. Не дает солнцу показаться. Показать шоу под названием «Закат» не дают вот эти вот облачка, которые там сейчас. А здесь опять 3D-картинка неба, кстати. Вот тут вот сейчас реально как будто я 3D-смотрю вот в этом месте. Потрясающие виды. Все, привет всем из Алании. Понедельник у нас сегодня. Хорошего отдыха, теплого моря тем, кто продолжает бархатный сезон, тем, кто приезжает, чтобы покупаться и наслаждаться частичкой лета, которое в Алании, безусловно, еще есть, конечно. Продолжение следует...